добрый день дорогие друзья доброго времени суток мы продолжаем наше обучение на наших библейских курсах и сегодня у нас будет тема поста надеюсь что вы предприняли все меры безопасности вы пользуетесь хоргексидином пользуетесь септиком протираете руки ручки и так далее и тому подобное вот у нас будет с вами общение в режиме говорящая голова я помню как максим максимова была такая программа на канале cnl она называлась под лампой вот я сегодня нахожусь под лампой тоже она у меня работает вот так ярко она горит вот и мы будем говорить на тему поста на радостную тему на тему библейского поста и я вначале хотел прочесть вам одно высказывание которое по своему меня зацепило я бы хотел немножечко это высказание разобрать высказание человека довольно известного христианских кругах в христианском мире оно было сказано в контексте такого большого послания которое можно найти в интернете и вот что он написал человек по поводу поста я не вовлекая людей в посты потому что он постился для того чтобы я мог пировать я не вовлекая людей в праведную скорбь потому что он был мужем скорбей чтобы мы смогли быть народом радости еще раз прочту вам я не вовлекая людей в посты потому что он постился для того он это бог чтобы я мог пировать я не вовлекая людей в праведную скорбь потому что он был мужем скорби но вот вы знаете я с этим утверждением могу согласиться только отчасти потому что на самом деле иисус он был мужем скорбей и он взял на себя весь грех мира и он постился для того чтобы я мог пировать но сказать что я не вовлекая людей в посты я с этим немножко не соглашусь то есть я хотел бы на основании священного писания показать вам сегодня что пост это библейская практика которую которую который придерживался и сам наш господь иисус который придерживался народ израиля который придерживался божий народ первая церковь люди первой церкви апостолы патриархи и на эту тему священном писании библия очень много и много сказано вот но возвращаясь к этому высказыванию которую мы сегодня прочли с вами где вот автор говорит что я не вовлекаю людей в посты я не привлекаю их для того чтобы иисус постился для того чтобы я мог пировать я бы хотел в этой связи чтобы мы с вами открыли если не ошибаюсь вторую главу давайте откроем вторую главу евангелия от марка откроем наши библии на второй главе евангелия от марка здесь рассказывается история об иисусе как он исцелил больного в капернауме расслабленного здесь вот шестнадцатого стиха вторая глава шестнадцатый стих книжники и фарисей увидев что он ест с мытарями и грешниками говорили ученикам как это он ест и пьет с мытарями и грешниками услышав сие иисус говорит им нездоровый имеет нужду во враче но больны я пришел призвать не праведников но грешников покаянию ученики иоанновы и фарисейские постились постились приходят к нему и говорят почему ученики иоанновы и фарисейские постятся а твои ученики не постятся вот такой закономерный вопрос у них был почему ученики иоанновы и фарисейские постятся а твои ученики иисус не постятся вот и сказал им иисус могут ли поститься сыны чертога брачного когда с ними жених но здесь конечно мы проводим аналогию кто такие сыны чертога брачного это непосредственно ученики иисуса христа непосредственно его последователи ну в данном контексте это апостолы да и жених это сам иисус да такой ли с ними жених да коли с ними жених не могут поститься то есть иисус жених он был вместе с учениками на земле и он ходил вместе с ними и учеников не было повода для печали у них не было повода заботиться о чем-то нуждаться в чем-то потому что иисус восполнял все нужды своих последователей вот и закономерно иисус тут говорит да коли с ними жених не могут они поститься то есть какой повод здесь грустить какой повод здесь печалится но 20 стих придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни Конечно, Иисус – это жених, и он был взят от учеников. И они находились, ученики единодушно, в посте и в молитве верхней горницы, ожидая обещанного от Отца. Они ожидали другого утешителя. И смысл поста в данном контексте заключается не в том, чтобы нам использовать пост как некую прививку от какого-то кризиса. Хотя об этом мы тоже сегодня поговорим. Но смысл, вот для меня лично, смысл поста в контексте данного писания заключается в том, что когда мы постимся, мы ожидаем его возвращения. Мы ожидаем, когда он вернется назад. Это смысл поста ради жениха. Да, исторические корни этого поста, они кроются во всеобщем посте, который практиковали израильтяне в Ветхом Завете в день искупления или в праздник Йом-Кипур, когда весь народ, он постился, отказывался от пищи, даже от воды. То есть это был очень строгий пост. Это был тот день, когда первосвященник входил во святое святых и приносил жертву за грех всего народа. Он кропил на крышку ковчега. И вот в этот день в Йом-Кипур выражалось чаяние всего израильского народа. Они ожидали своего Машеха, то есть они ожидали Мессию. И мы с вами, христиане, ожидаем второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И до тех пор, пока он не вернется, пока не будет этой брачной вечери Агнца. Вы знаете, мы, конечно, можем пировать на этой земле, но настоящий пир, настоящее торжество, настоящая радость нас ожидает, как говорит книга Откровения, в тот момент, когда мы соединимся с ним на брачной вечере Агнца. Когда невеста, она сочетается с женихом, когда будет настоящая свадьба. Вы знаете, служение Иисуса Христа началось со свадьбы и закончится тоже свадьбой, тоже закончится сочетанием, сочетанием его невесты и его самого. Но вот вы подумайте об этих отношениях, отношениях жениха и невесты. Как невеста относится к жениху и как жених относится к невесте. Жених, он наполнен любовью, он восхищается красотой невесты. Вот, как правило, все невесты, которых я знаю, в свадьбах которых мне приходилось принимать участие как служителю, все невесты прекрасны. Они выглядят просто великолепно, замечательные прически, замечательная одежда. И когда жених смотрит на свою возлюбленную, он смотрит на нее с трепетом, с восторгом, с восхищением. И это то, как на нас смотрит Иисус. И когда влюбленные, они заключают брак, они ждут вот этого момента, момента, когда произойдет это единение, соединение их вместе. Они ждут этого момента очень сильно. И это то, что происходит в сердце нашего небесного жениха. Он ждет сочетания со своей невестой. Он ждет сочетания со своей возлюбленной церковью. И церковь, она также ожидает соединения со своим женихом. Иногда, правда, бывают разные периоды в жизни церкви. Церковь порой отвращает свой взгляд от жениха. Ведь он куда-то ушел. Он где-то там одеснуется на престоле. И она обращает внимание на разные другие вещи. На посторонние вещи. Смотрит по сторонам. Но пост это как раз такое действенное средство для того, чтобы наш взгляд снова сосредоточить на том, по кому томится наша душа. Это пост ожидания, пост приближения. Я думаю, что многие из вас в этом контексте никогда пост не рассматривали. Мы зачастую рассматриваем пост как некую кризисную меру. Такую антикризисную меру, простите. Антикризисную меру. Мы прибегаем к посту в тот момент, когда переживаем какую-то серьезную нужду. Ну, этому есть предпосылки в Писании. Мы, конечно же, об этом сегодня поговорим. Но вот эта история, она очень сильно захватывает мое сердце. То есть, когда мы находимся в состоянии ожидания. Когда мы готовим наше сердце к его возвращению. Мы должны сразу понять, и я хочу сделать одно утверждение, что мы не меняем Бога нашим постом. Но мы меняемся сами, когда мы постимся. Мы изменяемся сами во время поста. Наши сердца меняются. Когда я становлюсь слабым. И во время поста я, естественно, становлюсь слабым. Я не могу делать большинство дел, которых я делал. Ну, не могу делать их, может быть, с той же эффективностью и силой. Но в этой слабости я начинаю ощущать, переживать его любовь ко мне. Вот именно в тот момент, когда я становлюсь бессильным. Вы помните эту историю, когда апостол Павел просил удалить от него жало во плоти. Что ему Господь сказал? «Сила твоя совершается в немощи». То есть, когда ты немощен, когда ты слаб, ты на самом деле силен. Это удивительная возможность для нас переживать Божью силу во время поста. Переживать Божье присутствие, как никогда раньше. Если мы испытываем вот этот внутренний кризис, мы чувствуем наше сердце очерствело. Где-то мы стали, ну, как вот от невесты, смотреть по сторонам. Мы потеряли фокус, утратили фокус в отношении нашего возлюбленного, нашего жениха. Это время поститься. Это время взять пост и обратить внимание на Иисуса. И в этот момент, во время этого поста, когда мы слабеем, наше сердце становится мягче. Мы снова ставим себя в зависимость от Его воли. От того, что Он хочет от нас. И в этот момент наше сердце размягчается, и мы начинаем переживать Божью любовь. Вот все то, что препятствует любви во время поста, оно начинает уходить. Оно начинает дрожать, трепетать. И у нас появляется некий такой вот открытый доступ к Богу. Мы всегда имеем открытый доступ к Богу. Всегда. Но иногда проблема, она заключается не в Боге, она заключается в нас. Вот в этих некоторых внутренних препятствиях. Может быть, в каких-то сорняках в нашем сердце. Может быть, когда мы не ухаживаем за нашим внутренним садом. За садом нашего сердца. Пост – это хорошее такое действенное средство для того, чтобы нам сосредоточить свое внимание вновь на нашем возлюбленном. И переживать то, о чем говорит Псалмопед в 26-м Псалме. Одного просила я Господа того только еще, чтобы пребывать мне в доме Господнем долгие дни. И созерцать красоту его. Вот это тогда станет нашей целью. Это и после этого очень действенное средство. Когда мы переживаем свою слабость, свою полную зависимость от Бога, мы начинаем в большей мере переживать Божью любовь. И, вы знаете, у нас у каждого есть некое свое представление о самих себе. И зачастую мы о себе не очень высокого мнения. И мы зачастую не так-то сильно и верим. Но очень многие люди, очень многие христиане зачастую не верят, что Бог их по-настоящему любит, потому что никогда не переживали этой любви. И во время поста мы становимся уязвимыми. Во время поста мы чувствуем некую изоляцию. То есть мы перестаем принимать физическую пищу, мы ограничиваем какое-то общение. И мы переживаем вот это вот... Как бы чувствуем себя изолированными. И все то, что внутри в нас, вот это состояние, что Бог нас не любит, оно как бы усугубляется. Но, вот вы знаете, именно во время поста, именно во время поста, вот эта парадигма, она изменяется. То есть мы начинаем понимать, насколько сильно Бог любит нас. И мы начинаем переживать чувства, которые имеет Бог по отношению к нам. То есть это происходит сверхъестественно во время поста. Это то, что должно происходить во время поста. Мы переживаем Божью любовь, так как написано об этом в послании Кефесина в третьей главе, где Павел говорит, чтобы нам пережить вот всю полноту Божьей любви вместе со всеми святыми, познать, что широта, долгота, глубина и высота любви Христовой, мы начинаем переживать Его любовь к нам. И наше сердце переполняется любовью. Из него исходит такой плач восторга, я это так называю, наверное. Вот. И мы переживаем, что я называю, и называют это другие проповедники, как парадокс благодати. То есть, с одной стороны, я слабый, и в тот же момент я переживаю Божью силу, я переживаю Божье отношение к себе, я переживаю Божье чувство, которое Он проявляет ко мне. Вот, пожалуй, вот это такая основная функция поста, которую я для себя определил, и которую вам всем хочу пожелать. То есть это не просто антикризисная мера, действенная антикризисная мера. Это способ для нас пережить Божью любовь, пережить Бога снова. То есть способ измениться для нас, смириться. Вот. Но, вы знаете, я начну, продолжу точнее, в следующем ракурсе. В следующем ракурсе. Дело в том, что пост на сегодняшний день это, ну, не такая популярная дисциплина, хотя я считаю, это духовная дисциплина, которую должен каждый христианин придерживаться. И в практике первой церкви существовал двугневный пост, то есть они постились там в среду и в пятницу. Потом это было практикой многих евангельских протестантских церквей. Например, Джон и Чарльз Уэсли, они также постились два раза в день, два раза в неделю, простите. То есть они делали и в среду, и в пятницу посты. Вот. Но сегодня церковь не так эффективна вот в этой добродетели, в этом направлении. И я бы хотел, если вы никогда этого не делали или делали и перестали это делать, снова побудить вас начать поститься. В Англии от Матфея в пятой главе, начале Нагорной проповеди, Иисус говорит такие замечательные слова о церкви. Вы – соль земли. Кто такая соль в данном контексте? Это мы, это праведники. И для чего нужна соль? Соль нужна для того, чтобы предотвращать продукты от гниения, либо придавать продуктам вкус. Есть вещи, которые, ну, как бы на вкус неприемлемы без соль. Но когда их посолишь, то это становится приемлемым. Вот так же и для Бога, так же и для Бога. Вот этот мир, он без этой соли, без нас, без праведников, он как бы неприемлем. И если в нем не будет этой соли, то есть не будет нас, то ничего хорошего в этом мире не останется. Он будет неприемлем для Бога. Он будет безвкусен, этот мир. И вы помните, наверное, историю с Авраамом и Лотом, когда Лот жил в Содоме и в Гаморе, да. Новый Завет называет Лота праведником. Как он мучился в своей праведной душе, живя в этих городах. По современным меркам это относительно небольшие города, Содом и Гамора. Но беззакония, которые там совершались, они были очень большие. И вы помните диалог, наверное, кто читал Ветхий Завет, книгу Бытия, диалог Авраама и Бога. Когда Авраам начал такой торг с Богом, говорит, Господи, если есть в этом городе такое-то количество праведников, не уничтожишь ли ты его. И Бог сказал, не уничтожу. И так вот они дошли до десяти. До десяти. И потом Бог замолчал. В Содоме и Гаморе не нашлось десяти праведников. То есть соли было недостаточно. И мы знаем конец этих городов. Мы знаем, чем все это закончилось. И соль использовали также, используют для того, чтобы она защищала продукты от разложения. В старые времена, когда не было морозильных установок, моряки, которые отправлялись в путь, они засаливали мясо. И таким образом они сохраняли этот продукт какое-то более-менее длительное время. То есть когда оно было соленым. И, конечно же, этот мир... Мясо, оно все равно, конечно, оно испортится рано или поздно. Но, тем не менее, соль защищала это мясо от быстрого разложения. Вот так же и этот мир, он, конечно же, он не станет лучше. Он будет приходить к своему логическому завершению. Но соль, которой мы являемся... Бог как бы посыпает этот мир своими святыми, своей церковью. Вот. И защищая его от разложения. То есть в мире должны быть люди с праведным, правильным отношением. И это мы с вами, это верующие. Во 2 Фессалоникийцам, во 2 главе, в 3 стихе написано о вероотступничестве. О том, что будет глобальное... Перед пришествием Иисуса Христа будет вероотступничество. То есть соль потеряет силу. И если соль потеряет силу, она уже ни к чему не годна. То есть в ней нет никакого смысла. И если мы вот не брежем о неких своих вот обязанностях, как соли, да, просаливать этот мир, вносить в нее вот эту дезинфекцию, так скажем, то мы получим суд. Мы получим суд. Хотим мы этого или нет? И вот я хочу продолжить. И вы поймете, в каком контексте я бы хотел сегодня, ну, говорить о посте. Вы поймете это дальше. Писание говорит, что мы с вами являемся царством священника. То есть в 1 Петра 2.9 апостол Петр говорит, что мы царственное священство, народ особенный, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас со седьмой в чудный свой свет. В исходе 19 главе в 6 стихе написано, вы можете прочесть это дома, я не буду это зачитывать сейчас, но Бог избрал народ Израиля для того, чтобы он был у него царством священника. В книге Откровения в 1 главе 5-6 стих и в Откровении 5 глава 9-10 стих говорится о Божьем народе, как о народе царей и священника. И вы знаете, это именно та функция царя и священника, которую несет Иисус. Христос, он царь. Священное Писание называет его царем. И царь, он выполняет свои царственные обязанности, он правит. И помимо всего прочего, царь, Христос является ходатаемым. Послание к евреям говорит о том, что он ходатайствует. То есть Иисус это царь и ходатай, тот кто молится. В ком, вот эта вот функция священника, она заключается в том, чтобы царствовать через ходатайство. Как церковь осуществляет свое правление здесь на земле? Как Бог осуществляет свое правление на земле, так скажем, да? Или Бог вот он устранился. То есть, как говорят деисты, да? Что Бог, он сотворил все это. А потом он, делайте здесь что хотите. Нет, мы верим в то, что Бог все-таки управляет историей. Бог правит на этой земле. Но как он это делает? Каким образом? Через свою церковь. Как осуществляется правление или представительство того или иного государства, например, где-то за границей, да? Мы странники-пришельцы в этом мире. Через посольство, через консульство. Так вот, церковь это некое посольство, это некое консульство, через которое Бог совершает свое управление, совершает определенные свои действия. И это осуществляется, его царствование осуществляется через ходатайство, через молитву. И Бог призывает нас, наша цель и задача править вместе со Христом через молитву. И давайте посмотрим, о чем же нас просит молиться. Мы с вами будем говорить о посте, и мы говорим о посте, не забывайте об этом. Сейчас я к этому подведу. О чем же просит молиться нас Священное Писание? И 1 Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Вы прочтите, пожалуйста. Ну, давайте мы прочтем это вместе сейчас. 1 Тимофею. 1 Посланник Тимофею. 2 глава, с 1 по 4 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею. Вот так бы я сказал. Приоритетности того, за что мы должны молиться. Мы должны молиться за всех людей и молиться за начальство и власть. Вот положа руку на сердце, многие ли из нас молятся за начальство и власть? Я в этом отношении вижу очень много скепсиса, который существует сегодня в христианском мире, потому что очень сложная ситуация сегодня и многое из того, что происходит, нам непонятно. Скажу я так мягко, да. Вот. И в оценке каких-то вещей я бы мог с этим согласиться. Но у меня есть один вопрос. Вот помимо всей той критики, которую мы высказываем в отношении начальства и властей, сколько мы молимся за начальство и власть? Сколько на самом деле мы проводим в молитве за это? Вот если быть честным и объективным. Я верю. Я верю в это. Хотя вы можете посчитать меня наивным человеком, но я человек верующий, поэтому я верю. Я верю, что Бог желает дать нам, россиянам, хорошее правительство. Правительство, которое будет заботиться о своих гражданах. Правительство, которое будет выполнять конституцию. Правительство, которое сделает так, чтобы все были равны перед законом, а не кто-то там лучше, а кто-то хуже. Правительство, которое облегчит жизнь людям, которое сделает жизнь в этой стране удобной, хорошей, комфортной. Мы все этого хотим, не правда ли? Но так получается, что фактически, если положить руку на сердце, мы не так много об этом молимся. Не так много мы молимся за наше начальство и власть. Думаю, что ничего здесь не изменится никогда. Иногда я разговариваю со своими друзьями, очень умными, образованными людьми. И они говорят, ну ты знаешь, вот исторически в этой стране, наверное, ничего не поменяется. А я им говорю, да нет, изменится, мы будем молиться. Они смотрят на меня со снисхождением и говорят, ну ты парень наивный такой, наивный. Вроде уже тебе по 50 лет, а все такое вот наивное. А вы знаете, я все-таки доверяю Господу. Я верю, что Бог хочет дать этой стране хорошее правительство. И я буду молиться за это правительство. И, как пел Игорь Тальков, пусть даже через 100 веков я вернусь в эту страну, страну не дураков, а гению. То есть, все-таки я верю в будущее нашей страны. Я верю, что у Бога есть определенный хороший план для нас. И в России живут замечательные, прекрасные люди. Но это лирика. Я не об этом. Но в хорошем правительстве есть свои преимущества, согласитесь, да? Во-первых, когда есть хорошее правительство, все свободы, они гарантированы. То есть, мы можем смело проповедовать Евангелие без всяких ограничений. Выполнять, как церковь, свою основную функцию. И это Божья воля. Бог так хочет. Бог так хочет. И если мы молимся по Его воле, а это Его воля, чтобы мы молились за начальство и власти. Понимаете, это Его воля. Вот я хочу сказать вам, что апостол Павел написал эти слова Тимофею, когда Римской империей правил император Нерон. Вот вы мне скажите, Нерон, он был, ну как, хорошим человеком или плохим? Но человек, который по преданию делал из христиан факелы в своем саду. Возможно, это легенда, но вот предание так гласит. Который сжег Рим ради своих архитектурных амбиций. Ну, наверное, это был не очень хороший человек. И Павел пишет Тимофею именно во время правления этого человека. Правления царя Нерона. Это воля Божья, молиться за начальство и власти. И когда мы молимся по Его воле, мы можем быть уверены на сто процентов, что Бог нас слышит. Но если мы не молимся, Бог нас не слышит. Он нас не может слышать. Мы не просто какие-то фаталисты, вы знаете, которые, допустим, идет как идет. Здесь уже ничего никогда не поменяется. С таким отношением, конечно, никогда ничего не поменяется. Нам гораздо проще, может быть, уехать куда-то, где законы работают, где законы действуют, где гражданам хорошо живется. Встроиться в какую-то уже действующую, такую нормальную систему. Я за то, чтобы мы делали это здесь. Бог поставил нас как церковь, как царей священников здесь. Для того, чтобы здесь принести какие-то перемены, здесь принести какие-то изменения посредством поклонения и ходатайства. Если мы молимся по Его воле, то знаем, что Бог слышит нас. И если Бог нас слышит, то мы обязательно получим просимое. И если мы не видим результата, то это только потому, что мы не молимся, и либо мы не знаем, что это Его воля. Так вот, я вам хочу сказать, что молитва за начальство и власть – это Его воля. И нам необходимо молиться за две вещи. Вот за две вещи. Чтобы начальства и власти были праведны и богобоязнены. Во 2 царстве, в 23 главе, со 2 по 3 стих, там вот об этом сказано. Каким должен быть правитель? Он должен быть богобоязненным и праведным. То есть правительство должно быть богобоязненным и праведным. И об этом нам нужно молиться. Вы мне можете возразить, вот у нас там столько коррупции, столько у нас всего негативного в стране происходит. Да я с вами солидарен и согласен. И я, ну, так же, как и вы, против этого. Но свое недовольство я хочу сублимировать, так скажем, в молитве. В молитве, разговаривая с Богом, принося это пред лицо Божье. И менять ситуацию с помощью поклонения и ходатайства. С помощью поклонения и ходатайства. Как гражданин, ну, это уже другая история. Как гражданин я могу голосовать и использовать свое конституционное право, да. Но как христианин, как царь, как священник, я должен молиться. Я должен молиться за это. Так вот, для чего нужен в данном контексте пост. Пост, он всегда усиливает молитву. Пост усиливает молитву. Матфея 6 главы, с 1 по 18 стих. Иисус говорит, когда ты молишься, когда ты постишься, Христос ожидает, что это станет вот нашей регулярной практикой. То есть, когда ты молишься, когда ты постишься. То есть, это должно происходить постоянно. Это должно происходить постоянно. Во-первых, Иисус, когда призывает нас к чему-то, Он это исполнял Сам. В Луке, в 4 главе, с 1 по 2 стих, написано, что Христос был введен Духом в пустыню, и там находился в посте в течение 40 дней. Иисус вошел в пустыню исполненный Духа Святого. И там он провел 40 дней. И в пустыне он боролся с сатаной. Мы знаем об этом, да? Из контекста, это 4 главы. И когда он выдержал вот эти 3 искушения, которым был подвержен от сатаны, он вышел из пустыни в силе Духа Святого. И пост это некая такая подготовительная фаза к служению. Иисус сказал в Англии от Иоанна, в 14 главе, в 12 стихе, дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите. То есть, посмотрите, Иисус постился, Иисус исполнился Духа Святого, Он вошел в пустыню, и вышел в силе Духа Святого из пустыни. Мы будем делать то же самое. Мы будем делать то же самое. И я просто вот убежден в том, что если мы хотим увидеть какие-то позитивные изменения там в служении, вот у меня есть знакомые, друзья, служители, которые вот они иногда так хропщут и говорят, вот нет никаких перемен, никаких изменений. А я им говорю, а вы попробуйте поститься, попробуйте молиться с постом. При этом они верные ходатайи, они молятся, но они не понимают, что такое пост. То есть, они совершенно не понимают, для них сутки поститься это просто, ну, смерти подобно, хотя они здоровые люди физически. Я говорю, попробуйте поститься, попробуйте внести в это практику поста, и, возможно, придут изменения. Они говорят, нет, 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 нет. Иисус постился, апостол Павел постился, когда Павел был обращен, когда он упал с лошади, его сиял великий свет, об этом повествует девятая глава книги Деяния Апостолов, Павел три дня находился в таком сухом, так называемом, сухом посте, он не ел и не пил три дня, пока он не пришел в дом Анании, вот, и там он находился, Анания на него возложил руки, и он прозрел после этого. Во втором Коринфянам, шестой, в главе с третьего по десятый стих Павел, он перечисляет признаки апостольства, да, и вот там он говорит, я был часто в голоде, в нужде, часто в деньях, то есть, он не спал, да, и часто в постах. Павел часто ему приходилось пребывать в постах, вот, он постился, может быть, тут из современных таких модерновых проповедников считает, что ему поститься не надо, что ему нужно только пировать, вот, ну, Павел постился, великий апостол Павел постился, дальше церковь постилась, то есть, вот, помимо личного поста, были корпоративные посты, которые мы видим в Священном Писании, то есть, Дианех апостолов в 13 главе с 1 по 3 стих, там речь идет об избрании апостолов для служения, и когда вот они молились и постились, то Дух Святой им сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело служения Господу, вот, и когда они служили Господу, постом и молитвой там написано, также порочица Анна, вот, вы помните, которая предвосхитила пришествие Иисуса Христа, она служила постом и молитвой при храме, то есть это описано как служение Господу, пост это служение Господу, пост это служение, да, и когда они постились и молились, Дух Святой указал им, то есть отделите мне Варнаву и Савла, на дело служение служение к которому я их призвал, и мы видим плоды этого служения, да, дальше Деяние 14 глава с 21 по 23 стих, церковь постилась, молилась для того, чтобы рукоположить пресвитеров, то есть они взяли пост для того, чтобы рукоположить руководителей церкви, им нужна была мудрость от Господа, и они постились, теперь мы поговорим с вами о том, как вообще пост работает, как пост действует, пост это вот, как пишет один из авторов замечательной книги, я хочу посоветовать вам несколько книг, которые, ну, если вы захотите, вы можете их прочесть, которые на меня оказали такое хорошее влияние, во-первых, это книга Майкла Бикля, которая называется Награда Поста, это основатель Дома Молитвы в Канзас-Сити, да, где происходит круглосуточное поклонение, это две замечательные книги Дерека Принца, влияние на историю через пост и молитву, по-моему, так называется эта книга, и Как правильно поститься, вот, две хороших, три таких хороших книги, вот, которые вам помогут понять эту тему гораздо глубже. Так вот, как работает пост? Пост это одна из форм печали и трамора. Я раньше воспринимал слова из 58 главы книги пророка Исаии, что вот, нельзя гнуть голову как тростник, что это имеет отношение к тому, что я должен быть такой веселый, радостный, вот, и счастливый во время поста, но я вам хочу сказать, что не всегда во время поста ты веселый, радостный, счастливый, ты иногда бываешь раздражительный, вот, угрюмый, вот, потому что не хватает у тебя чего-то в организме, вот, это же химия, понимаете, внутренняя, она меняется, и ты на это своеобразно реагируешь, речь здесь совершенно не об этом, то есть, пост, это вообще одна из форм печали и траура, вот, иногда нам нужно задуматься, нам нужно, вот, ну, подумать над тем, что происходит, Матфея, в пятой главе, в четвертом стихе, говорит, блаженны плачущие, блаженны плачущие, ибо они утешатся, высадишься в первой главе, в третьем стихе, написано, возвестите всем сетующим на сегодня, то есть, не то, что там, вот, которые сидят там в унынии, нет, это говорится людям, которые ждут избавления, которые молятся о справедливости, возвестите сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо унылого духа, там, там, дастся еле и радости, да, то есть, пост это одна из форм печали и траура, однако же после вот этой печали приходит божественная благодать, приходят божественные ответы, пост это средство, с помощью которого мы приводим в подчинение Богу свое тело, свое тело, когда мы ему как бы говорим, ты слуга, мое тело, а не хозяин, пост, как я уже говорил, он изменяет человека, он не изменяет Бога, мы не можем как-то повлиять на Бога, изменить Бога, Бог не изменит, да, мы можем изменить себя, мы можем изменить свое восприятие, в Галатам, пятая глава, семнадцатый стих написано, что дух и плоть, они друг другу противятся, вот они друг другу противятся, и мы во время поста приводим тело и душу в подчинение Святому Духу, то есть мы как бы смиряемся перед Богом, мы смиряемся перед Богом, и когда мы приходим, вот в это состояние, состояние пригодное для Бога во время поста, в Эфесе нам 3.20 написано, что Бог по нашим молитвам может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем, о чем мы просим, или о чем мы вообще помышляем, Бог может сделать несравненно гораздо больше того, о чем мы думаем, или о чем мы помышляем, когда мы ставим себя в эту позицию, мы в позицию смирения, пост он не заменит никаких других средств, как и другие средства не заменят поста, это хорошее, важное средство, через которое мы можем переживать, используя которое мы можем переживать Божью полноту, Божью благодать, получать, принимать Божью полноту и Божью благодать. Пост дает нам освобождение и победу. Да, один из результатов, один из эффектов поста, это освобождение и победу. Во втором паралипоменном, во второй главе, во втором паралипоменном, 20 главе, с 1 по 30 стих, описана история, я не буду рассказывать долго о ней, вы, наверное, знаете об этом, когда амонитяне и мавитяне, они восстали против Иудеи, против царя Иосафата, праведного царя, одного из праведных царей, вот, Иосафат объявил пост, в третьем стихе он объявил пост. И, вы знаете, получился очень интересный результат, очень интересный результат. Вы помните, чем все кончилось, вот эти постящиеся певцы, музыканты вышли впереди воинов, и они начали словословить Господа, петь ему, играть и говорить, славьте Господа, ибо он благ, ибо выявляет милость его. И получилось так, что духовная сила, которая была высвобождена посредством поклонения, ходатайства, во время поста этого, она была больше силы физической. Вот это все множество, которое надеялось на свою силу, оно было посрамлено, они обратили оружие друг против друга, потом они взошли на некую гору, там, где жили думяне, обитатели горы Сеир, это были и думяне, и они начинали уничтожать, там, вот этих обитателей, в общем, израильтяне собирали добычу, и, простите, не израильтяне, а иудеи, вышли собирать добычу. Во 2 Коринфянам 10 главе, в 4 стихе написано, что оружие, воинственные наши, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, именин спровергаем все замыслы, которые восстают против, против познания Божьей, это, в данном случае, посты, молитва, прославление, словословие, это духовное оружие, которое работает, которое действует, которое мы, как церковь, можем использовать, то есть, для того, чтобы одерживать победы. Дальше, книга Ездры, книжник Ездра был такой, во времена Неемии, в 8 главе этой книги, с 21 по 23 стих, описан диалог Ездры с царем, народ Израиля тогда был пленен, иудеи были пленены, простите, я вот все время немножко путаю, израильтяне и иудеи, потому что было два царства, вы знаете, после Соломона, когда стал Равам, Израиль был разделен на два царства, на северное и на южное, южное это было иудея, часть Калина Вениаминова и Монасина, а все остальные, они были, это уже называлось израильтяне, у них столица была в Самаре, ну это так, историческая справка. Так вот, после Вавилонского пленения, после Вавилонского пленения Ездра и другие люди, они собирались переехать в Иерусалим обратно, они собрали большой караван, царь благоволил к ним, им дали много золотых предметов, которые были в свое время изъяты из храма, для того, чтобы там храм восстановить и вернуть все эти предметы. То есть, ну представьте, вот Ближний Восток того времени, дороги, на которых промышляли разбойники, разные бандитские группы, и царь предлагает Ездре охрану, он говорит, возьмите охрану, что в принципе, ну разумно, на что Ездра отвечает, говорит, мы будем надеяться на нашего Господа, мы будем уповать на него, и он не взял охрану, и потом, когда он обдумал свое решение не брать охрану, он решил не включать заднюю скорость, сказал, давайте объявим пост, и они постились в течение трех дней, доверяя эту ситуацию Богу, доверяя эту ситуацию Богу, и Бог дал им избавление, ничего из того, что было у них, не пропало, хотя, это был серьезный караван, дальше, книга Исфири, четвертая глава книги Исфири, вообще с израильтянами в тот момент, которые находились в пленении, были рассеяны по лицу все земли, вы знаете, что восстал Аман, то есть это такой ненавистник евреев, и вопрос стоял об истреблении полностью всего народа, ну, вы знаете эту историю, знаете, чем она закончилась, Исфирь постилась в течение трех дней, потом она вошла к царю, обрела благоволение, и народ получил избавление, и получила избавление благодаря, ну, посту вот этих людей, Дальше позитивный пример также мы говорим сегодня о языческих Извините, секундочку. есть, мы говорили о народе Израиля, о том, как пост действовал в их жизни, вот, есть позитивный пример языческого народа, народа Ниневии, да, когда Иона ходил, помните, по Ниневии, проповедовал, да, и весь народ Ниневии, это были язычники, да, они отреагировали правильным образом, они взяли пост, и в течение определенного времени они все постились, даже скот постился, дети постились, для того, чтобы их не постиг Божий суд, и это привело к хорошим результатам, вот, но, например, когда Иеремия призывал Божий народ к посту, к молитве за ту ситуацию, в которую попали израильтяне, в то время, когда им угрожал Вавилон, да, Вавилонское царство во главе с Новохудоносором, израильтяне на это отреагировали отрицательно, и конец мы знаем, конец мы знаем, пост, он приносит пост, соединенный с молитвой, он приносит правосудие, вот, книги пророка Иоиля об этом сказано, вот, можно было бы более подробно, конечно, поговорить на, на тему библейского правосудия, изучая книгу Иоиля, но, Иоиль, он показал пост, как некое средство для достижения божественного правосудия, он призывал Божий народ собираться, делал торжественные собрания, с постом и с молитвой, и тогда многие кризисы, которые охватывали, должны были прийти, они могли либо быть минимизированы, либо миновать вот ту территорию, на которой, на которую они распространялись. Давайте дальше. в книге пророка Исаии, 58 главе, это, наверное, самая большая глава, это самая большая глава, Исаия 58, которая посвящена именно посту. Давайте прочтем с вами с 3 стиха. «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего исполните волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры распри, для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» То есть вот с 3 по 5 стих описан пост, который Богу не угоден. Вот тут перечислены три вещи, которым есть современный эквивалент, современные синонимы, они будут нам более понятны. Вот давайте их посмотрим. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который человек, во-первых, томит человек душу свою, гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Вот три современных синонима, три вот эквивалента этим словам, это закончество, осуждение и лицемерие. Вот это те вещи, которые недопустимы. Не то, что во время поста, они в принципе недопустимы, ну, для христианина, да, но во время поста тем более. То есть мы должны понять, что мы постом, но не выслуживаемся перед Богом, мы ничего не заслуживаем, все нам дается по благодати, даром. Вот, но люди, которые сделали вот это пост, так скажем, выносили это в публичную сферу, хвалились этим, кичились этим, при этом они занимались закончеством, осуждением и лицемерием. И это то, что не угодно в глазах Божьих. Так вот, а в чем же пост, который угоден Богу? Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо. Вот пост и восстановление Божьего народа, они взаимосвязаны. Это то, что мы должны делать, как церковь. Разделись голодным хлеб твоего, скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь наговую, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твое, исцеление твое скоро возрастет и правда твое пройдет перед тобой. Слава Господне будет сопровождать тебя. Один мой друг рассказал мне историю, а я узнал эту историю. Он сказал, что был в таком длительном посте, ну, это был семидневный пост, вот, и уже подходил шестой день поста, он находился в таком радостном предвкушении того, что пост скоро закончится, завтра они соберутся вместе, верующие, будут праздновать, будут кушать, вот, то есть, будет выход из поста. Находился в таком предвкушении. И, когда он зашел к себе домой, в подъезд, он почувствовал такой резкий, ужасный запах, просто, ну, вот, вы знаете, такой запах, что, ну, невозможно даже это переносить, невозможно дышать. Когда он поднялся на площадку, он увидел там нечто, лежащее на полу, в такой сырой луже, мокрой луже, то есть, там сидел человек, это был бомж, у которого отсутствовали, его руки были протянуты, он говорит, вот так вот, вперед, и отсутствовали кисти рук, вот он что-то мычал, от него очень страшно пахло, можно было видеть, как эти насекомые ползают по его голове, и когда он увидел всю эту картину, он вдруг вспомнил Исаии 58 главу, и у него с Богом возник такой, говорит, диалог, Господи, ну, что же было нормально, зачем, вот, ты это допускаешь сейчас, остался же один день, а тут написано, разделись голодным хлебом, твой скитающихся бедных, веди в дом, когда увидишь ногу, водень его и от одинокровнутого не укрывайся, он воспринял эту заповедь буквально, и он увидел всю сложность той ситуации, в которую он попал, как же я помогу ему, как, что, что мне делать, и он понимал одну вещь, дело было зимой, что соседи, если выйдут, они не смогут мириться с этой ситуацией, они обязательно выкинут его на улицу, человек просто погибнет, потому что был на улице сильный мороз, социальные службы, которые он вызвал, они ну отказались принимать этого человека, то есть они сказали, ну везите его, он начал звонить в какие-то христианские центры, вот дозвонился до одного центра, и они сказали, ну мы не можем выслать машину, вы должны привезти его на своей машине, и мой приятель говорит, что ну это было вообще для меня шоком, как я посажу вот это в свою машину, ну тут он нашелся, он достал большой лист полиэтилена, обмотал этого беднягу, бедолагу, еле-еле они его подняли, он открыл все окна в своей машине, на улице был страшный мороз, и они поехали в этот репетиционный центр, в другой город, в другой город, да, вот такая была история, и я думаю, это тот пост, который угоден Господу, это тот пост, который угоден, и это знаете, как для моего приятеля, это был как некий такой чек, что ли, испытание, испытание его веры, с которым он, ну на мой взгляд, вышел достойно, и он помог этому человеку, этого человека потом увезли в больницу, ему указали помощь, он просто спас этого человека, но я так считаю, слава Богу за это, тогда откроется как заря свет, твое исцеление твое скоро возрастет, исцеление твое скоро возрастет, это результаты поста, это плоды поста, твое исцеление твое скоро возойдет, правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя, к чему я вообще рассказал всю эту историю, к тому, что пост это не просто отказ от пищи, это как говорит пророк Исаия, быть внимательным к своему ближнему, это совершать служение людям, это тот пост, который угоден Богу, я не хочу вас призвать к тому, что все мы должны делать такой ситуации, у нас у всех разные какие-то стартовые позиции, например, человек пожилой, немощный, вот он находится в посте, и он сталкивается с чем-то подобным, но хотя бы что-то мы можем сделать в этой ситуации, хотя бы что-то мы можем сделать, хотя бы какую-то малость, не пройти мимо, да, дальше практические советы по поводу поста, который бы я хотел дать, во-первых, нам нужно регулярно выделять время для поста, регулярно, постоянно, это должно стать нашей постоянной практикой, хотя бы раз в неделю можно поститься, иногда Бог побуждает нас молиться интенсивно и продолжительно, то есть помимо нашей постоянной практики, то есть мы можем это делать, мы можем делать это продолжительно, мы можем делать это интенсивно, вот, дальше, что бы я хотел сказать, касательно нашего собственного поста, во-первых, во время поста нам важно иметь позитивную веру, позитивный настрой, Бог, приходящий, надо же, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим его воздаёт, Матфея 6, 18 говорит о том, что Бог, видящий тайны, воздаст явно, мы можем верить в Божие воздаяние, мы можем верить в то, что Бог обязательно нам ответит, второе, мы верим, что пост это Божие предписание, это Божественная дисциплина, которую Он нас призывает, третье, нам не нужно ждать какого-то кризиса, который случится в нашей жизни, а сделать пост постоянным, то есть постоянной практикой, поэтому, когда что-то случится или произойдёт, вы сможете на это уже отреагировать правильным, позитивным образом, четвёртое, нам не нужно поститься сразу и долго, вот, не нужно делать этого, я помню, когда я взял первый свой длительный пост на три дня, мне было лет 20, наверное, ну, длительный, условно говоря, длительный, да, я надавал кучу обетов Богу, я сказал, что я не буду есть того, сего, но на второй день я уже купил всё то, что обещал я не кушать, всё то, что обещал я не есть, я уже заготовил кучу продуктов, ожидая, что скорее бы закончилось это время, я бы мог наесться, вот, но это, знаете, не пост, это такая голодовка, не нужно сразу брать длительные какие-то посты, можно отказаться от одного-двух приёмов пищи, и этого будет достаточно, вот, хорошо во время поста занимать себя какими-то духовными дисциплинами, то есть читать Библию, заниматься чтением Писания и молиться, и молиться в это время, читать Священное Писание и молиться, я хотел бы дать вам несколько советов из своей личной жизни, и сделать некоторое предостережение, если вы имеете какие-то физические заболевания, там, например, диабет или там, ну, или по каким-то физическим показаниям вы не можете отказаться полностью от пищи, Вы можете отказаться от каких-то вещей, которые вам, например, дорого, или от каких-то продуктов, которые вам нравятся в это время. То есть не полностью от приема пищи, а, например, отказаться от каких-то продуктов, которые для вас ценны, для вас дороги. И это тоже будет практикой поста для вас. И очень внимательно, если у вас есть медицинские какие-то противопоказания, очень внимательно относиться к практике проведения поста, потому что во время поста вы будете испытывать некоторые неудобства. То есть с чем это связано? Это будет некое физическое недомогание. То есть у вас будет изменен метаболизм в организме. Если вы, например, длительное время постились, какое-то длительное время постились, предположим, не нужно после этого... Желудок наш сжимается очень сильно во время длительного поста. И если вы начнете резко кушать, то вы просто снова его растянете. Вот он снова растянется. Вот из поста нужно выходить постепенно. То есть один проповедник говорит, вот столько дней, сколько вы постились, столько же дней нужно и выходить из поста. Вот нужно быть очень осторожным с этим. Перед постом, если вы входите в пост, то лучше всего подготовить свой организм к этому. То есть исключить какие-то продукты, такие как кофе, чай, например, или тяжелая пища какая-то, для того, чтобы избежать неприятных моментов. Таких, например, как проблемы с кишечником, проблемы, касающиеся запора. Чтобы всего этого избежать, лучше перед постом есть продукты, наполненные клетчаткой. И после поста тоже использовать такие продукты. Я видел практику выхода из поста просто неприемлемо. Особенно это касается реабилитационных центров. Там не всегда такой выдающийся рацион пищевой. Я видел, как братья после трех дней поста варили себе таких пелемешек, и этими пелемешками не выходили из поста. Но ничего хорошего я в этом как бы не вижу. Мы должны с вами также помнить, что пост – это благодать. Если Бог, у вас есть побуждение в сердце делать это, Бог даст вам благодать пройти через это. И все эти неприятные моменты, с которыми вы столкнетесь, касающиеся физиологии, вы увидите, что вы станете раздражительней, потому что чего-то будет не хватать в вашем организме, вам будет сложнее. У вас, опять же, я еще раз скажу, что у вас изменится метаболизм, то есть это процесс обмена веществ. Вы будете переживать слабость. Вы не сможете делать все то, что вы делали, с той же эффективностью. Некая заторможенность будет. Пусть вас все это не смущает. И главное, что вы будете испытывать, возможно, чувство голода. Первый, второй день, как правило, если вы поститесь больше одного или двух дней, то вы будете испытывать чувство голода. Но, как правило, на третий день поста чувство голода уходит. То есть вы вполне себе осознаете, что вы можете обходиться без пищи длительное время. Но как вы можете обмануть организм? Вы можете выпить стакан воды. То есть просто попить воды. И я вообще настоятельно рекомендую из личного опыта всегда использовать воду. Вот Иисус, когда постился, был в пустыне. Там сказано, что он залкал на последний день. Но не написано, что он возжаждал. То есть, скорее всего, Иисус пил воду во время того, когда он находился в пустыне. Да, мы знаем, что Моисей, он находился в сверхъестественном Божьем присутствии. И два раза по 40 дней он постился без воды и без пищи. Но он находился в непосредственной Божьей славе, непосредственном Божьем присутствии. Вот. И это позволило ему сохранить... Ну, как бы сам Бог питал его, и сам Бог восполнял все его потребности. Вот. И я призываю вас всегда использовать воду во время поста. Есть практика сухого поста. Вот в книге Исфири об этом написано, да? Когда не пили воды в книге Ионы, да? В книге Порока Ионы, когда не невитяне тоже не ели и не пили. Но, как правило, если человек имеет проблемы с почками, там, с другими органами, вода необходима организму. Я советую вам всегда пить воду. Всегда пить воду. Вот. Пить чистую воду. Ну, давайте мы на этом сегодня закончим. И я в конце хочу предложить вам исполнить то, к чему нас призывает апостол Павел. Давайте мы с вами помолимся за начальство и власти. И предлагаю вам для себя выделить время для поста. Для поста и молитвы. Если вы хотите, то на следующей неделе вот в Уральском доме молитвы будет проходить так называемый пост ради жениха. Это пост приближения, который осуществляется ежемесячно. То есть ежемесячно у нас есть трехдневный пост. Вот помимо одного раза в неделю, это со среды на четверг. Вот. Я предлагаю вам сегодня войти в пост. Сегодня попрактиковаться. И знаете, что вместе с вами буду я поститься, будут другие люди поститься. До завтрашнего вечера, с сегодняшнего вечера до завтрашнего вечера. Вы можете молиться и поститься. Вы можете молиться и поститься о каких-то, ну, своих ситуациях. Вы можете молиться и поститься за ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Да, вот. Молиться за ситуацию, связанную с этим коронавирусом. Да. Может быть, вы будете молиться о приближении к Богу. Вы будете молиться о своей духовной жизни. о расширении вашего сердца, вот, я не знаю, то есть это касается вас, на следующей неделе у нас будет трехдневный пост, если у вас есть уже практика трехдневного поста, вы можете об этом более подробно узнать, спросив либо меня, либо посмотрев группу ВКонтакте Уралхоп, она так и называется Уралхоп, вот латинцей вы можете набрать, и там будет вся информация по вот этому посту ради жениха, вот, а сейчас давайте помолимся в конце, помолимся за наше начальство и власти, а вечером войдем в пост, если вы не против, от теории приступим к практике, надеюсь, что для вас это было полезно, Отец наш небесный, мы приходим к тебе во имя Иисуса Христа, и мы молимся Господь о том, о чем говорил Давид, о том, о чем описано в первой книге царств, мы молимся, чтобы твои правители в этой стране, они были справедливы, праведны и богобоязнены Господь, чтобы они были справедливы, праведны и богобоязнены Господь, во имя Иисуса Христа Господь, мы верим сердца царей, сердца правителей, они в твоей руке, и ты как потоки вод направляешь их куда хочешь Господь, и мы молимся, чтобы ситуация Господь в нашей стране, она изменилась, и прежде всего мы просим тебя, чтобы церковь, она осознала Господь силу поста и молитвы, молитвы, соединенной с постом Господь, благослови Отец, благослови драгоценный святой Бог, наполни силой Божией, наполни силой Духа Святого Господь, и измени ситуацию в нашей стране Господь, дай нам правительство, дай нам правителей, богобоязненных Господь, Боже, и справедливых, и праведных Господь, которые чтут твои законы, и которые заботятся о своих гражданах во имя Иисуса Христа. Тебе за все слава, честь и хвала во веки веков. Аминь. На этом я заканчиваю, прощаюсь с вами, надеюсь, что для вас это была полезная информация. С Богом!